Всем привет! Сегодня готовим очень вкусное арбузное варенье. А если точнее, то из арбузных корочек. Итак, всю мякоть мы убрали из арбуза, это съедим. А корочки, всю розовую часть мягкую удаляем. Вот таким образом. Стараемся, чтобы розового ничего не осталось. В дальнейшем это и внешний вид портит варенье. И само варенье тоже портится. Чтобы легче было чистить, лучше нарезать вот такими узкими ломтиками. Убираем всю зеленую часть. Оставляем только белую корочку. Для варенья выбираем, чтобы корочка была толстой. Вот эта белая часть должна быть толстой. Тонкие не годятся для варенья. Обычно продавцы знают, какие у них арбузы. Можно спросить. Вот так вот она должна выглядеть. Вся только белая часть. Так очищаем все остальные корочки. Вот так вот толщину видим, что она не тонкая. Дальше мы их нарезаем. Нарезаем кто как хочет. Я буду вот такие кубики делать. Можете треугольниками, можете узорным ножом. Кто как хочет, так и нарезает. Я взвесила. У меня получилось полтора килограмма чистого веса. И вот заливаем все это водой. Я добавляю сюда 3 столовые ложки без горки соды пищевой. То есть на килограмм идет 2 столовые ложки. Все хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 часов. Прошло 5 часов. Сливаем эту воду и хорошенечко промываем эти корочки от соды. То есть прям вот тщательно, 5-6 раз, сливаем воду. Далее в кипящую воду. Отправляем эти корочки. То есть воды без разницы сколько. Главное, чтобы покрывало все корочки. Доводим до кипения и варим приблизительно 10 минут. Итак, прошло 10 минут. Сливаем эту воду. Теперь делаем сироп. Пока стекает там вода. Значит, у меня 1,5 килограмма арбузных корочек. Я беру 1,8 кг сахара. Вот так вот для упаковки уберу 1 стакан и получится 1,8 кг. То есть получается 1,2 кг на 1 кг. Я в описании буду указывать на 1 кг арбузных корочек. Сколько всего надо. И добавляем 1,5 литра воды. На 1,5 кг. Скажите много сахара. Нет. И воды немного. Потому что корочки не содержат абсолютно сахара. И они не выделяют никакой жидкости. Поэтому нам варятся они долго. Нам нужно вот именно много воды. Чтобы оно дошло до той консистенции, которая нам нужна. И так, сироп доводим до кипения. Постоянно перемешивая, чтобы сахар не приставал ко дну. Как только закипит сироп, добавляем туда наши корочки. И так, сироп доводим до кипения. Варенье наше закипело. Добавляем сок половины лимона. И гвоздику. Я добавляю на это количество приблизительно 20 гвоздик. Некоторые добавляют вместо гвоздики ванилин. Но я вас уверяю, с ванилином так не получится. Арбуз именно с гвоздикой очень хорошо сочетается. Все хорошенько перемешиваем. Убираем пену, если она есть. И так, прошло 10 минут. Варятся наши корочки. Посмотрите, уже слегка начинает меняться в цвете. Но еще зеленые. Они должны приобрести немножко такой янтарный цвет. Когда они впитают сироп. Это уже у нас через полчаса. Посмотрите, он уже поменял цвет. Более желтоватый. Сироп уже более такой тоже желтоватый. Тут главное не переварить. Если выкипит весь сироп, то он засахарится. Поэтому тут надо вовремя остановиться. Можно взять одну, нарезать и попробовать. Снаружи он должен быть хрустящий. А внутри, как конфета с начинкой, внутри должен быть сок. Вот это у меня уже 50 минут. Видите, он уже такой янтарный цвет. Он полностью как стеклышко прозрачный. Он уже готов. Как я еще проверяю, я вам покажу. Вот он полностью должен быть прозрачный такой. А если не доварить, получится слишком жестко. Поэтому пробуйте каждый раз. Через 30 минут попробуйте. Через 40 минут попробуйте. Если вам нравится, можно выключать. Пробуем так. Вот так вот берем одну, нарезаем. И на вкус пробуем. Если жуется легко, значит уже готово. Тут главное не переварить, чтобы сироп еще не выкипел весь. Дальше заполняем все в горячем виде в баночке. Заполняем так, чтобы сироп весь покрывал полностью наши корочки. Там, где останутся корочки без сиропа, они засохнут и засахарятся. Поэтому сироп должен покрывать его полностью. Закрываем горячими крышками и переворачиваем. Вот такое количество у меня получилось. Посмотрите, какой красивый янтарный цвет и блестят, как стеклышки. Он и внешне очень красивый, и на вкус очень вкусный. Но я старалась объяснять подробно. Не знаю, как у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok